Добрый день, читатели сайта КП в Украине. Сегодня мы рады приветствовать лидера проекта Таймс Станислава Веричука. Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте. А, собственно говоря, мы начнем с самого начала. Расскажите о вашем проекте Таймс. И, собственно говоря, такой вопрос, почему именно адвокат решил стать артистом? Давайте начнем с самого начала, с истории. Почему вы решили заниматься музыкой и создали этот проект? На самом деле у меня с музыкой очень давние завязки. Еще, наверное, с детства, когда папа решил, что я должен научиться играть на баяне, отдал мне музыкальную школу. И тогда я постепенно начал понимать, что вот что-то в мелодиях, что-то вот в музыке есть такое вот притягивающее меня, что-то магнетическое. Особенно, когда папа ставил будильник, заводил его на час и говорил, что чувак, ты через час отсюда только уйдешь. Поэтому через какое-то время я музыку начал чувствовать, наверное, через принуждение, но я начал находить в ней постепенно кайф. И потом, когда я понял, что меня все-таки больше привлекает гитара, что больше мне нравится струнное звучание, я научился постепенно летом к 12 играть на гитаре. И уже лет в 14-15 я пробовал сочинять свои первые песни. Даже на школьном выпускном что-то там пытался петь свое такое, что-то жутко попсовое. И с тех пор, собственно, всю мою жизнь, я слушаю музыку, основные моменты моей жизни, основные моменты раскрашены какими-то прикольными исполнителями, какими-то клевыми мелодиями. И, собственно, всю свою жизнь я сочиняю. И если сравнить то, что я сочиняю на протяжении последних лет 20, наверное, оно все безусловно разное. И оно все связано так же меняется, как и мой музыкальный вкус менялся все это время. Но я все больше убеждался за это время, что без музыки жить мне сложно. Поэтому, когда я, ну, собственно, к своему возрасту сейчас уже начал понимать, что жить тем, что тебя прет, это реально самая важная штука в жизни, я понял, что нужно переключаться как можно больше на творчество. Ну, а какое образование вы получили? Вы сказали, что в подростковом возрасте вы занимались музыкой, музыка вам всегда нравилась. Почему именно решили работать в сфере адвоката в этой профессии? С чего все началось? В 17 лет куда вы поступали или в 18? В 17 я поступал в Харьковскую юракадемию. Ну, это был ваш выбор? Да, это был мой выбор. А почему такой выбор после музыки и совершенно другая сфера? Ну, музыка, она у меня как бы фоном шла все это время. И я никогда в сторону музыки всерьез не смотрел, потому что понимал, что это все, ну, в кавычках, несерьезно. А ведь отношение по жизни, что-то серьезное и что-то несерьезное, оно с детства прививается, пожалуй, и обществом, и родителями. То есть вам хотелось сделать карьеру, так? Да, потому что я понимал, что для меня все-таки важно кем-то быть, важно, чтобы это серьезно воспринималось в социуме, важно, чтобы мной гордились мои родители. А для родителей тоже очень важно, кем человек будет, которого они родили и воспитывают. Поэтому плюс я обчитался детективов, на самом деле, в старших классах школы. И понимал, что я хочу, как адвокаты в произведениях Эрла Стэнли Гарднера, как Нира Вульф в произведениях Рекса Сталта, расследовать, разгадывать, ломать, выстраивать заново. И я на самом деле шел туда на какой-то процент от того, что я чувствовал какой-то такой романтизм, пожалуй, этих всех моментов. А с другой стороны, потому что, безусловно, я понимал, что это круто и статусно. А эти вопросы для меня всегда были такими важными. Ну, кстати, а когда вы именно решили, что вы будете записывать песни, что вы будете уже снимать клипы? Все-таки все время вы просто работали адвокатом, просто себе пели, например, для родных, для близких. Так у вас все было? Когда вы решили записывать музыку? Периодически мы собирались. У меня был небольшой проект музыкальный, когда мы в Харькове учились, в Юрокадемии с моими друзьями. Затем в Киев, когда я переехал, лет семь назад мы тоже собирались что-то там делать. А потом я понял, что у меня навыков музыканта недостаточно для того, чтобы профессионально играть и собрать вокруг себя таких же профессиональных музыкантов. А тема сочинительства и композиторства, она очень глубоко сидит во мне. И мне хочется продукт, получается, который я не могу сделать сам физически. И я понял, что от вопроса создания группы своей и многолетних репетиций я буду уходить. И я буду просто сочинять и пытаться, чтобы люди, которые профессиональной музыкой занимаются, могли довести мои песни до ума. И, собственно, вот так я попробовал три года назад первый раз что-то записать. Я понял, что тот продукт, который получается, он был в другом стиле, с другими вообще посылами. Но это прикольно. И с тех пор вот я понимаю, у меня появилась какая-то внутренняя потребность. Вот те песни мои, которые я сочиняю, мне действительно они нравятся. Апликать их в такую форму, чтобы это не была сырая демка под гитару и напитая на диктофон. А чтобы это было что-то, что ты ставил и прочувствовал в каждой клеточке своей. Тогда расскажите немного о вашем проекте Time, который... Да. Может, это сегодня, да? Примеры клипов, песни. Да. Расскажите о песне, которую вы сегодня презентуете. Смотрите, это одна из 13 песен, над которыми сейчас ведется работа. И в апреле следующего года презентую альбом, который будет называться «Вильни». И будет состоять из 13 треков, примерно того же стиля, как и сегодняшний трек, который уже в интернете высветили. И почему именно с этой песни я начал? Потому что тема очень для меня жирная, на самом деле. Тема времени больше всего меня по жизни волнует. Собственно, и название проекта Time, оно хоть и написано стилизовано по-другому, но оно все равно растет из времени. И я наконец-то начинаю понимать, что это самая ценная штука в мире. Я наконец-то начинаю понимать, что я относился чуть-чуть по-другому ко всему этому. Что я почему-то считал всю жизнь, что я бессмертен, наверное, как Дункан Маклауд. И могу, собственно, откладывать все свои желания столько, сколько пожелается. Нифига. То есть вы подавляли свои желания, да, можно сказать? Чтобы заработать деньги. Изначально да. Да, а потом, когда я уже понимал, что вот что-то заработано, есть какие-то бизнес-проекты, есть я как в определенной степени сложившийся юрист, да, консультант, владелец собственного бизнеса. Начала проявляться какая-то такая ленность, которая говорила, что да, музыка прикольно, можно как-то так потихонечку в мечтах где-то там на заднем плане держать и не спеша не заниматься, особо в нее не вкладываясь. Но это путь не туда, вот я за последний год это прочувствовал. Хочется вкладываться наоборот в это и вкладываться как можно больше. Потому что чем больше ты вложишься, тем больше ты высветишь себя с этой стороны, тем больше реализуешь то, что внутри заложено. Поэтому это потребность, это стало конкретной классической потребностью. На данный момент у вас музыка на первом месте и вы сейчас работаете в этой сфере как адвокат? Как адвокат нет. Уже окончательно завершил, да? Нет, не завершил. То есть есть бизнес-проект небольшой, где мы консультируем в определенной тематике бизнеса и я не собираюсь его бросать сейчас, потому что потому. Наверное, понимаю. А тебе вообще тяжело совмещать музыку и… Сейчас тяжело. Но тяжело прежде всего потому, что я сейчас несколько месяцев уже очень плотно вкладываюсь в музыкальный проект. И я так понимаю, что это вот сейчас первые шаги, в которых я на самом деле каждый день с утра до вечера провожу в том, чтобы музыкальный проект запустился. Постепенно я так понимаю, что через несколько месяцев я перестроюсь. Будет больше людей в команде, которые часть функции, которую я сейчас делаю, возьмут на себя. Но с другой стороны начнутся концерты, которые я планирую с весны. И тогда вот непонятно мне, что в этом еще будет. Мне пока вот как-то прикольно, интересно, стрёмно немножечко. У нас есть поющий ректор, но поющего адвоката у нас еще пока не было. Кстати, это очень интересная история для шоу-бизнеса. Возможно, возможно. Но если посмотреть с другой стороны, то достаточно большое количество людей существует и в нашей стране в том числе, которые меняли свои жизни и после тридцати, и сорока, и из профессии уходили. Правильно? Поэтому история классная. Она показывает еще раз, что никогда не поздно что-то начать, что свои желания и ценность себя, самоценность своей жизни, оно гораздо прикольнее, чем какая-то внешняя мишура. Но именно заостряться на этой истории, как-то зацикливаться, что вот я вот это сделал, вот сейчас так, не хотелось бы. Но все-таки у вас были какие-то сомнения, ну и в эту музыку, буду уже работать в этой сфере, которую выбросал на начало. Возможно, и друзья, знакомые, они понимали это увлечение музыкой. Было же такое, что вас кто-то отговаривал? Или все вас поддерживали в этом? Видите, ни одного человека не было, который бы меня отговаривал. За что? Спасибо. Или просто не понимали ваши увлечения. Но с другой стороны, я понимаю, что да, из последних трех лет, как я начал уже плотно в эту сторону двигаться, в течение двух лет я искал и не находил, по сути. И вот когда я понимал, что вот внутри есть какое-то ощущение, какие хочется песни, как они примерно должны слушаться, но я просто не находил, сам я не мог этого сделать, а тех, кто мою музыку облег бы в ту форму, которую мне хотелось бы внутри ощущать, я вот не находил их. И вот я помню, по состоянию на год назад, это уже было такое ощущение близкое к отчаянию, что я не понимал, где делать, что делать, с кем делать. Потом я познакомился с одними прекрасными парнями, которые услышали меня. Но они музыканты, да? Они аранжировщики профессиональные. Где вы познакомились? Случайная встреча у вас была? Нет, не случайная встреча, я искал. Все мои знакомства начинаются от того, что я начинаю что-то искать. И вот я искал, искал, искал. И затем мой друг Борис Пахуль, он порекомендовал мне обратиться к одним из ребят, которые, возможно, что-то помогут мне сделать. Это Андрей Игначенко из студии XC Music. Я обратился к ним, мы послушали, поработали, они предложили мне варианты. И я, услышав первую песню, понял, что это оно. И вот это был очень прикольный момент. Когда ты вот до этого там ходишь месяцами, ты не понимаешь, что будет, как будет, с кем ты будешь делать, что ты будешь делать, о чем. И тут раз в одну секунду у тебя складывается картинка. Блин, это оно точно. И вот с этого момента, это было где-то декабрь прошлого года, я начал как-то так, не спеша, потихонечку закручивать это колесо и двигаться. Ну, я так понимаю, что вы исполняете музыку в жанре рок, да? Это больше? Я бы назвал это поп-рок, наверное, да. Потому что там достаточно простые гармонии, достаточно простые мелодии запоминаются, и это в сторону больше поп. Но мне всегда хотелось, чтобы гитара оставалась в музыке, какой бы она при этом ни была. Поэтому от рока есть гитарная составляющая и в принципе мощь та, которая в песне присутствует. Ну, кстати, я читал вашу биографию, что вы на третьем курсе юридической академии познакомились с гитаристом группы Океан Эльза и Денисом Дудко, да, по-моему? Эта встреча, она как-то повлияла? Это было такое шапочное знакомство на самом деле. Случайно тоже, да? Да, я могу рассказать, как это было. Я когда на третьем курсе понял, что надо как-то в музыку плотно нырять, я купил бас-гитару тогда себе, без ладовую, очень прикольную, такая как верланчель с такими слайдами, которые могла извлекать. И я понял, что надо как-то учиться этому делу. Я с этой гитарой изломился в Харьковскую консерваторию. У охранника спросил, где тут у вас учат играть на бас-гитаре. Это мне было лет там 18 или 19. Он посмотрел, мне большими глазами говорит, у нас, собственно, надо на курс обучения записываться. Ну, поднимись, там на втором этаже есть класс контрабаса. Я поднялся на класс контрабаса и там столкнулся с парнем, который зовут Денис Дудко. И он дал мне несколько занятий тогда по игре на басу. Это были там буквально 5-7 занятий, не больше. Но они дали такой импульс, очень прикольный. Я увидел человека, который профессионально играет джавз. Я увидел человека, который профессионально владеет музыкальным инструментом. Это была такая, как, подпитка прикольная мне очень. И потом, я не помню, что, по-моему, у меня денег не было, чтобы заниматься дальше классической историей. Но это дало мне толчок. И я начал что-то придумывать. Играть, придумывать, заниматься по школе игры, аудио, печатной, на отключенной бас-гитаре у себя в комнате. На данный момент кто в вашей команде? У вас есть там продюсер, музыканты? Сейчас в моей команде есть только люди, которые помогают создавать продукт и помогают его продвигать сейчас. Именно если речь идет о музыкантах, то музыкантов сейчас нет ни одного. Потому что я выбрал себе путь создания продукта, продвижения его какое-то время. И через где-то полгодика, когда настанет момент и я представлю альбом, за это время я найду нескольких человек, с которыми будет приятно вместе эту музыку выдавать со сцены. Именно продюсер у вас есть или нет? Нет, я сам себе продюсер. Кстати, а вы не пробовали отсылать там свои демки, например, известным продюсерам? Возможно, они заинтересуются этой историей. Вы хотели, чтобы вас кто-то продюсировал или все-таки решили сами все это делать? У меня были такие мысли и потребность даже была такая, потому что этот рынок для меня абсолютно новый. Я не понимал, куда стучаться, куда идти, чьи двери открывать. Но начав общаться с парочкой продюсеров украинских, я понял, что меня двигает под формат определенный. И весь шестнадцатый год я, собственно, экспериментировал, пытаясь делать ту музыку, которая может быть интересна радиоаудитории, широкой радиоаудитории. И когда я, в конце концов, получал продукт, который я делал, исходя из этих пожеланий, я понимал, что вот я сижу, слушаю его и мне не прикольно. Я не смогу с ним работать, если он мне не нравится. И в этом году я решил пойти по-другому, я решил сделать то, что мне нравится. И поэтому, возможно, я ошибаюсь, но у меня в ходе работы последней в этом году появилось ощущение, что если я работаю с продюсером, то я буду решен реализовывать свои именно желания, свои намерения. И я решил попробовать самостоятельно. Да, я тратчу свои деньги, я тратчу свое время, я иду по дорожкам, которые до меня этими людьми уже пройдены много раз. И я, возможно, чего-то гораздо более быстро добился бы, более быстрый способ. Но я уверен, что то, что я делаю, оно не просто так. Я не хочу не ложиться ни под какие форматы, я хочу делать то, что мне нравится сейчас. А дальше посмотрим. Ну, кстати, самый лучший способ заявить о себе, как артисте, это поучаствовать в конкурсах. Например, у нас есть и «Голос страны», и «Х-факторы». Тем более, у вас есть история, которая для телевизионной программы идеально подходит. Кстати, не думали все-таки? Думал, думал. Потому что это хорошая самореклама. Думал, но не в этом году. Не в этом году. Вот сейчас хочется пройти дорожки не шоу-бизнесе, а как-то поработать, материал еще наработать, с вокалом поработать. А в следующий год возможно. Вы сейчас занимаетесь вокалом, да? Преподавателем? Сейчас перерыв, да. Занимался немножечко, и сейчас планирую где-то с ноября продолжить. Мне тут интересно название группы «Тайм». Две буквы «Т» и «Валь». Это ваша идея так написать? Да. Ну, значит все равно время, да? Значит время, да. Но это никакая не аббревиатура? Возможно там... Нет. Какой-то скрытый подтекст в этом слове, да? Нет, нет, нет. Что прикольно потом, фосфактум, когда делали логотип для уже этого названия, дизайнер предложил в лого сделать две маленькие буквы «Т», развернутые друг к другу спинами. И вот этот символ, он уже получился таким вот очень, ну, прикольным для меня. Потому что оно значит и двойственности существующие в мире, и человечка он напоминает, и двух людей, которые половинками своих лиц смотрят вперед, и циферблат по кругу. То есть оно все очень архетипично. Кстати, а, например, ваши клиенты или партнеры, когда узнают, что вы артист и создаете музыку, они интересуются или вообще знают об этом? На самом деле... И вы стараетесь об этом не рассказывать? На самом деле знают. У меня не так много клиентов, да, это больше постоянные, с которыми мы работаем уже многие годы. И у меня был этот вопрос, когда я еще три года назад начинал заниматься музыкой, типа, а как отреагируют те, кому я даю серьезные правовые консультации, выглядя в это время совсем другим человеком. И я был очень приятно удивлен, что, когда я об этом заговаривал, люди воспринимали это с интересом, и было очень позитивно. Поэтому, клево, я рад, что так. Иначе было бы сложно. Кстати, а как ваши родители реагировали на ваши занятия музыкой именно сейчас, в таком достаточно зрелом возрасте? Они поддерживают или нет? Ладно, там друзья знакомые, но у родителей, возможно, будет другое совершенно мнение по этому поводу. На самом деле, мама привыкла к моим каким-то нестандартным выходкам. Поэтому она посмеивается и искренне радуется за то, что я это делаю. Кстати, а названия были ли какие-то другие названия? Долго ли думали? Да, я долго думал. У меня с названиями вообще очень сложная история. Изначально, в декабре, когда я решил, что я двигаю именно эту музыку, я назвал проект Sky Go. Потому что темы полета и темы времени, они, наверное, борются постоянно во мне за право быть первыми. Но это название каким-то мне показалось менее стильным. И меня начало муллидить это с лета понемножечку. И вот уже буквально в сентябре я пришел к названию Time. После того, как у меня в заметочках было там штук 30 вариантов перечислено. Скажешь, что у вас скоро выйдет сольный альбом. Полностью все песни вы сами написали? Да. Все мои музыка, все слова мои. И петь я тоже и буду сам. Ну, собственно говоря, о чем этот альбом? Есть какая-то определенная тематика этих песен? Да, есть. Только любовь или смысл жизни или еще какие-то философские другие темы? Да, это вот вопросы, наверное, ценностей больше. Ценности жизни, ценности времени, самоценности. Ценности поиска себя и постепенной трансформации себя в ту сторону, которая тебя больше привлекает. В ту сторону, где у тебя больше энергии. В ту сторону, куда тебе больше хочется идти. Именно самому, чувствуя себя, а не воспринимая какие-то социальные подсказки. Ну и тема отношений с другим полом она тоже присутствует. Кстати, у каждого артиста есть какой-то определенный образ на эстраде. Вы себя в каком образе видите? Возможно, ну вы, наверное, больше романтик, да, я так понял? Или философ? Каким вы себя видите? Искатель я больше. Искатель, да? Искатель. А искатели они всегда с фонарем и лопатой. Кстати, сегодня вы презентовали свою песню «Час», да? Расскажите, пожалуйста, о песне и клип, да, вышел сегодня? Да, спасибо. Тоже о клипе. Как проходили съемки, где проходили, кто режиссер? Песню я эту написал, пожалуй, одну из последних, из 13. Но решил с нее начать, потому что она больше всего созвучна с темой самого проекта и с вопросами ценностей. Писал я ее зимой прошлой. Текст писал «Гуляй по Аполлонской набережной». Первый куплет. Второй куплет на кровати. К вам пришло вдохновение, да, на Аполлонской набережной? Не то, что вдохновение. У меня, скорее, это как у кого? У Чайковска, по-моему, было, да? Что, когда мне нужно что-то написать, я сажусь и начинаю писать. Они ждут вдохновения. Есть, конечно, тема какого-то потока. У меня периодически появляется ощущение какое-то, что вот если я сейчас четко возьму гитару в руки, я что-то точно придумаю. Но оно гораздо реже появляется, чем гитара, просто стоящая рядом. Поэтому я беру ее и начинаю просто работать. И через какое-то время появляется мелодия, и я ее дорабатываю до момента, пока не появляется ощущение, что вот чего-то не хватает. Вот когда это ощущение уходит, что чего-то не хватает, я бы заканчиваю работу. И тогда меня все устраивает. А потом уже под эту мелодию я пишу текст. А как я его пишу? Просто выделяю на это 2-3 часа времени и гуляю. Гуляю, 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 гуляю. Теперь о клипе. Теперь о клипе, да. Тоже был вопрос, на самом деле, очень большой. Вы сами нашли режиссера? Да, я на самом деле очень благодарен случаю знакомства с режиссером. Это опять же подсказывает, что когда ты на свой какой-то путь становишься, все вокруг начинает складываться потихонечку. И этой зимой я познакомился с очень талантливым режиссером, его зовут Олег Тишковец. И мы где-то полгода вынашивали всякие мысли о том, что вот-вот надо что-то снять, надо что-то снять. И в конце концов Олег подсказал мне идею, Олег ее выносил. И в начале сентября мы снимали клип полностью по его сценарию, с его подбором актеров, с его мыслями, идеями. И я очень благодарен. Получился очень клевый продукт, очень профессионально сделанный. И это клево. Ну какая главная идея, собственно говоря, клипа? Опять же, ценности времени. И в клипе проводится несколько сюжетных линий коротеньких. Например, там вот девушка бегущая с завязанными глазами в клипе. И в конце концов останавливающаяся, выдыхающая, снимающая повязку и смотрящая немножечко в пустоту в себя. Это опять же иллюстрация основной массы нашей жизни. Мы так же бежим по жизни, завязав глаза, не замечая очень важные моменты вокруг. Но самое важное, что когда-нибудь наступит время, может наступить время, когда ты сорвешь эту повязку и увидишь. И самое прикольное, что это время может наступить в любой момент. И в какой момент оно бы не наступило, оно важно все равно. Даже если тебе останется год жить, и ты сорвешь эту повязку за год, даже если пять минут, ты все равно остаток проживешь гораздо более смысленно, замечая то, что происходит вокруг. Так же с парнем, который на мотоцикле едет и ребенка находит на асфальте. Он проехал ребенка, а на дороге сидит двухлетняя девочка, по сути. Но потом вернулся. Можно проехать. Надо возвращаться. Кстати, а в клипе у вас какая была роль? Вы снимались в этом клипе или были другие герои? Герои были другие. Со мной были только асинхроны там, где я пел. Пел при этом, находясь на берегу Киевского моря, либо шел по шоссе, разделительной на фоне леса. Красивый кадр очень. Либо же сидя в лесу. Не волновались все-таки первые опыты съемок клипа? Были какие-то волнения у вас? Были волнения, да. Волнения всегда у меня присутствуют. Как бы многое чего не делал. А тут первый раз. Но это был классный опыт. И это был классный опыт работы большой команды. Вот что прикольно. Вот этих иллюстраций мне не хватает по жизни. Я больше так привык сам по себе. А тут была именно большая такая мощная работа многих людей. Каждый из которых занимается своим делом. Это классно было. Это тоже организовал Олег. Спасибо огромное ему. И за эту иллюстрацию в том числе. Кстати, альбом будет на каком языке? На русском или на украинском? На английском возможно? Из тринадцати песен будет одиннадцать украиноязычных и две русскоязычных. Это в этом проекте. А параллельно есть другие планы. Кстати, а вы именно поете на украинском языквод, который недавно ввели на радио, на телевидении, чтобы как можно больше было украинской музыки? Ну, нечестно будет. Кстати, вы думали про эту тему, чтобы ваши песни брали в ротассы, потому что она на украинском языке? Да, да. Ну, с моей стороны нечестно будет сказать, что я не учитывал этот факт вообще. Ну, учитывали, да. Конечно, учитывал его, да, безусловно. Но тут фишка еще другая. Я ведь пробовал раньше писать песни и на русском, и на украинском. И вот украиноязычные песни заходили лучше. Вот все есть какое-то волшебство вот такое тоненькое в украинском языке. Хотя у меня там исторически сложилось, что я на русском языке общаюсь всю жизнь, и мне гораздо удобнее это делать. Хотя я владею украинским достаточно хорошо. Но вот попробовав варианты украиноязычных песен, я почувствовал, что это более прикольно, это более стильно. А вот вопрос стиля, он такой, тоже один из самых важных в моей жизни. Просто вы из востока Украины, многие думают, что люди из востока очень плохо говорят на русском, и вообще не говорят. А тут у вас выйдет целый альбом на украинском языке. Вы писали на русском, потом переводили, или сразу же писали целенаправленно на украинском? Бывает и такое просто. А, я понял. Я на самом деле пробовал как-то год назад одну из песен русскоязычных перевести на украинский, но у меня не получилось ничего. То есть вы сразу пишете на украинском? И вы правы на самом деле. Основная масса моих знакомых, друзей оттуда, они владеют украинским не в очень хорошей степени, безусловно. У меня была история, я в детстве читать очень люблю, а читать особо было нечего дома. А в библиотеке как-то так получилось, что много запросов моих, они присутствовали, но были на украинском языке. Поэтому я просто брал книги оттуда, и у меня в детстве достаточно хороший словарный запас был уже украинский язык, украиноязычный. Поэтому мне не сложно сейчас. А вот пару дней назад было прикольно. На одном из радио попросили на украинском языке интервью дать. И это была такая практика моя, ну за несколько лет первая на самом деле. Это было очень прикольно. Классные ощущения. А с Востока именно откуда? Краснодома. Кстати дома часто на родине бывают или редко из-за ситуации? А вот был в мае. Это был первый раз за пять лет. Я думал, что там все плохо. А там нормально. Да? Да. Я думал, что я найду там разрушение, а там нет ничего. Были какие-то небольшие последствия, но их все ликвидировали, убрали. А мама где проживает? Мама там проживает. Кстати, не думали, чтобы она переехала в Киев? Очень думал и предлагал много раз, особенно когда эти ситуации начались три-четыре года назад. Ну сложно. Чем старше человек, тем глубже он корнями увяз в одном месте, тем сложнее ему сорваться. Тем более там есть мой брат и она там не одна. Кстати, а у вас уже были какие-то первые выступления именно проекта «Тайм»? Нет. А когда планируется и где вас можно будет увидеть в ближайшее время? Например, там в Киеве или возможно в других городах вы представите этот проект? На полгода я не планирую выступления вообще. То есть вы пока записываете? Я записываю, работаю, да, обрабатываю. И раз там в полтора-два месяца я буду выходить с символом, параллельно будут дорабатываться остальные песни. Через полгодика мы презентуем альбом где-то к апреле 2018 года. И одновременно с презентацией мы начнем выступление. Альбом будет именно в интернете, да, или будет и в цифровом носителе? А-а-а, вы имеете ввиду на CD? Да, да, на CD. Потому что это после времени не очень выгодно и многие артисты стараются альбом записывать и в интернет, и в iTunes. Да, вот сейчас я тоже все свои символы буду выкладывать в iTunes, интернет, другие площадки. А что касается, будет ли это какой-то носитель материальный? Не знаю. Посмотрим. У вас вообще важно альбомы и их количество? А-а-а. Нет. Или вам главное, чтобы музыку, которую вы создаете, да? Главное, чтобы ее слушали. Главное, чтобы она качала. Кстати, а какую вы видите для себя целевую аудиторию? Как вы думаете, кто вас будет слушать в основном? Также у каждого артиста есть своя целевая аудитория. Там подростки, там женщины за 40, там мужчины за 30. Какой вы видите?